Минемализм, это оценка того, чем вы владеете. Вы возвращаетесь к сути и оцениваете ценность своих материальных благ. Эти три машины перед дверью, этот гигантский дом, а потом еще и дача, и все эти дорогие сумки, разве это необходимо? Минемалисты предпочитают жить как можно скромнее, концентрируясь на том, что им действительно нужно, и дистанция руясь от остального. Оказывается, даже самые богатые знаменитости могут жить с самым минимумом. Вот некоторые их них. Киану Ривз известен как один из самых скромных звезд Голливуда. Его часто замечают, когда он садится в метро, совершает покупки по выгодным ценам и в основном ведет себя как любой немедийный простой человек, несмотря на свой толстый банковский счет. Оказывается, он отдавал 85% своего заработка за роль в фильме «Матрица. Команде» по спецэффектам и дизайну костюмов. Покойный Стив Джобс годами носил одну и ту же одежду. Он считал, что ему не приходится тратить время на выбор одежды. И это один из способов сделать жизнь проще, и больше сосредоточиться на том, что действительно важно. Со Стивом Джобсом дело не ограничивалось только одеждой. Кто-то, побывавший в его доме, однажды сказал, что все, что у него было, это кровать, стул, лампа Тиффани и портрет Альберта Эйнштейна. Голливудская звезда Джулия Робертс известна стремлением к простой жизни. Если посмотреть на то, что она носит в повседневной жизни, то это окажутся джинсы и футболка. Она сама вяжет одежду для своих детей, а также выращивает собственные овощи. Большую часть времени она живет на небольшой частной ферме. Голливудская звезда Матью Маконахи тоже предпочитает простую жизнь. Когда его замечают выгуливающим собаку, он всегда одет во что-то простое. Несмотря на то, что он заработал миллионы, он продолжал жить в своем трейлере, чтобы избежать стресса, связанного с покупкой дома. Настоящий минималист. Роберт Паттинсон, звезда Сумерек, откровенно говорит о комфорте и вещах. Его гитара – единственная, на что он действительно потратил много денег. В одном из интервью он сказал, что был намного счастливее, живя в маленькой квартире в Лондоне без отопления, когда был безработным. Кристин Белл привлекла внимание, когда вышла на красную дорожку в платье за 45 долларов. Имея собственный капитал в 40 миллионов долларов, Кристин имеет более чем достаточно наличных денег, чтобы забыть о существовании онлайн-продаж. Она также веган, защитник окружающей среды и в основном передвигается на велосипеде. Она и ее муж Декс Шепард – миллионеры, но выбрали для своей свадьбы простое муниципальное здание, которое стоило всего 142 доллара США. Леонардо Ди Каприо – убежденный защитник окружающей среды и старается не тратить на материальные вещи больше, чем необходимо. Он водит Toyota Prius и жертвует большие суммы экологическим организациям. Сара Джессика Паркер придерживается довольно простого стиля в одежде по сравнению с ее персонажем из секса в большом городе. Чаще всего ее замечают в джинсах. Она шокировала своих поклонников, когда рассказала, что никогда не покупала сыну новую одежду. Он носит только старую одежду своих кузенов. Марк Цукерберг, основательный незапрещенной соцсети Instagram, еще один технологический миллионер, который делает все просто. Он почти всегда носит одну и ту же футболку, джинсы и пообещал раздать 99% своего состояния за свою жизнь. Уоррен Баффет – один из самых богатых людей в мире. Несмотря на это, миллиардер живет в том же доме, который купил в 1950 году за 31 500 долларов США – 27 178 евро. У него нет мобильного телефона, и он везде ездит сам. Алекс Ханнольд, вероятно, самый известный альпинист после того, как он работал над документальным фильмом «Свободное соло». Он жертвует большую часть своего дохода на благотворительность и питается простой вегетарианской пищей. Он живет в фургоне с несколькими вещами. Это позволяет разбить лагерь рядом с местом для скалолазания. Таким образом, он может полностью сосредоточиться на своей работе. Актер Хайдин Кристенсен прославился после роли Энакина Скайокера в фильмах «Звездные войны». После большого успеха он вернулся в Канаду, где живет на ферме и выращивает себе еду. Ингвар Кампрат, основатель Икеи Ингвар Кампрат был одним из самых богатых людей в мире, но вел очень скромную жизнь. Он летает эконом-классом, ездит на автобусе и питается в Икеа. Пишите свое мнение, и подписывайтесь на канал, впереди много новостей.